Добрый день, коллеги! Мы начинаем третью нашу последнюю встречу по мерам поддержки МСП и отдельных отраслей с точки зрения налогообложения и вопроса их применения. В первой встрече мы говорили о законодательной основе тех практических мер, о которых уже частично поговорили во второй встрече, и сейчас будем говорить в нашей заключительной. Во второй встрече мы говорили о постановлении правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 года номер 409. И этим же постановлением, о чем мы не говорили тогда, пунктом 5 его, были утверждены новые правила предоставления отсрочки и рассрочки по уплате налогов. Такие правила, они были и до сегодняшней ситуации, и есть в налоговом кодексе. Это 64-я и около нее статьи налогового кодекса. Но специфика нынешней ситуации потребовала новых оснований и новых правил предоставления отсрочки и рассрочки по уплате налогов. Какие же это основания и какие же это правила? Во-первых, кого они касаются? Мы с вами, начиная со второго раза, все время говорим об адресатах помощи. И мы с вами говорили, что адресаты у нас на пересечении как бы двух критериев. С одной стороны, субъекты малого и среднего предпринимательства отдельно микропредприятия, а с другой стороны, наиболее пострадавшие отрасли. И вот на пересечении этих двух критериев и предоставляются те или иные льготы. И во второй встрече мы смотрели льготы, которые предоставляют субъектам МСП отдельно микропредприятиям, осуществляющим свою деятельность согласно основному коду деятельности наиболее пострадавших отраслях. Тут у нас не только эти и эти субъекты, но не только они. Поэтому мы их обозначаем, как это сделано и в постановлении правительства, в самих правилах заинтересованными лицами. Две группы. Организации ИП. Организации ИП. Не обязательно субъекты малого предпринимательства. Это отличие от предыдущих льгот в частичном. Ну вот, может, там мы видели, не только, не просто были субъекты малого и среднего предпринимательства, но еще и включенные в реестр, который ведет ФНС. Здесь более широко организации ИП в пострадавших отраслях по основному виду деятельности, который содержится, как и в предыдущий раз, в ЕГРИЛ и в ЕГРИП по состоянию на 1 марта. Но есть и вторая группа, кто может просить об отсрочке и рассрочке налогов. Это пострадавшие, причем тут не говорится об отраслях, а просто пострадавшие. Стратегические организации, которые, кто такие стратегические организации, это те, кто указан в постановлении правительства. Систему образующей организации. Их перечень тоже утвержден. И градообразующие организации. Слово нам знакомое, потому что в налоге на прибыль у нас статья 275.1, обслуживающие производство и хозяйство, там есть определенные послабления градообразующим организациям. Кто такие градообразующие? Среднее количество, обратите внимание, не просто работников, застрахованных лиц по данным расчетам за последние 4 отчетных периода. Более 5 тысяч. И эти организации могут не относиться к указанным сферам деятельности, наиболее пострадавшим. Но сами по себе они, тем не менее, будут пострадавшими. Им отсрочка-расрочка по отдельным решениям правительства. На какие налоги распространяется отсрочка-расрочка? На налоги, авансовые платежи и страховые взносы, сроки уплаты которых наступили в 2020 году. За исключением НДПИ и акцизов. НДПИ и акцизов. То есть по налогам, неуплаченным за 2019 год, отсрочка-расрочка, она может быть, но в общем порядке, в порядке 64 статьи Налогового кодекса. Правило касается только отсрочки-расрочки уплаты налогов, срок которых в 2020 году уплаты. При каких условиях заинтересованное лицо, то есть те наши две группы налогоплательщиков, которых мы рассматривали на предыдущем слайде, может получить отсрочку или рассрочку? При наличии хотя бы одного из следующих показателей. Снижение в 2020 году более чем на 10% доходов. Просто сказано доходов. То есть это могут быть не только доходы от реализации. С этим еще предстоит разбираться, что здесь имеется в виду и вне реализационной или нет. Это не имеется в виду тех, кто платит налог на прибыль или применяет УСН и определяет доходы в соответствии с 25 главой, что здесь имеется в виду вне реализационной или нет. Может быть это просто доходы, исчисляемые не по правилам 25 главы. И не являются доходами от реализации в соответствии с кодексом. То есть здесь требуется еще разбирательство. Доходы от реализации товара в работу слуг передачи имущественных прав. Здесь формулировка ясная. Доходы от реализации товара в работу слуг облагаемой НДС по 0%. То есть снижение в каждом из этих случаев доходов на 10% дает основание просить отсрочку или рассрочку. Это пункты АВ. Подпункты АВ. Еще одна ситуация – получение убытка за отчетные периоды 2020 года, если за 2019 этого не было. То есть должно ухудшиться экономическое состояние. Как считаются доходы? Доходы считаются в соответствии с НК РФ. Если обращать внимание на слова, то здесь доходы и в подпункте А доходы. Но я думаю, что это касается и подпункта В и подпункта В. Хотя тут не сказано доходы от реализации. Не представляется, распространяется на все три случая. Что сравнивается снижение более чем на 10 месяцев? Сравнивается квартал перед подачей заявления. Предоставление отсрочки и рассрочки продолжает носить заявительный характер. Не автоматический. Проектам правил предусматривалось на три месяца дать автоматическое. В окончательном постановлении этого нет. Поэтому надо подавать заявление и сравнивается один квартал перед подачей заявления с аналогичным периодом. Этот период, квартал, почему здесь не написано квартал, заставляет задуматься. Но вот что на сегодня написано. Квартал с аналогичным периодом, то есть с кварталом 2019 года. Если речь идет о новых предприятиях, организациях и ИП, зарегистрированных только в 2019 году, предположим, в третьем квартале, им не с чем сравнивать первый квартал 2020 года или даже второй. Они зарегистрированы только в третьем квартале. Тогда для них будут сравниваться два квартала, предшествующих к подаче заявления. Если вы подаете заявление, например, во втором квартале, в апреле, да, самое раннее, когда можно подать, то будет сравниваться первый квартал 2020 года и четвертый квартал 2019 года. Подойдите к заявлению в третьем квартале, будет сравниваться первый и второй квартал 2020 года. Для подпункта В, то есть падение на 10% доходов от реализации облагаемой поставки 0%. Сравнение производится только тогда, когда у вас этой реализации облагаемой поставки 0% не менее 50% всех доходов от реализации. Не общей суммы доходов, а всех доходов от реализации. Тут тоже любопытный вопрос, а если вы одновременно попадаете по двум критериям. И общий доход на 10% и доход от реализации облагаемой поставки 0%. Можете взять любой. Если вы попадаете под оба критерия, достаточно одного. Но, как говорится, больше не меньше. Если вы показываете падение по обоим допустимым ситуациям, то у вас еще больше шансов. Как определяется убыток? Убыток определяется по декларации за отчетный период перед подачей заявления. То есть по подпункту Г получение убытка за отчетные периоды 2020 года. По декларации и при условии еще раз напомню, что в 2019 году убытка не было. У кого убытки в 2019 рубль, а в 2020 100 рублей, по этому пункту все равно нельзя получить отсрочку или рассрочку. Надо искать себя в предыдущих пунктах. Заявление, чтобы быть рассмотренным, должно подаваться до 1 декабря. С момента его подачи не производится взыскание недоимки по тем налогам, по которым вы заявились. И приостанавливается течение сроков для выставления требований о недоимке и сроков для принятия решения о взыскании. Сначала же решение, потом требование. То есть желательно, конечно, подать заявление, чем пораньше. Но может быть такая ситуация, что у вас по второму кварталу нет снижения доходов по сравнению с вторым кварталом 2019 года. Или, если вы новая организация, нет снижения по сравнению с первым кварталом 2020 или четвертым кварталом 2019. А в третьем квартале снижение произойдет. Вы можете подать просьбу и после того, как это произойдет в третьем квартале. То есть до 1 декабря 2020 года. Что мне не очень нравится, например, в постановлении правительства, что в одних случаях говорится до 31 мая включительно. Или, так сказать, в других случаях говорится до 1 декабря. Никакой включительности нет. То есть полного единообразия в обозначении сроков, к сожалению, в рамках документа одного, хотя как бы два поддокумента, это же второй поддокумент правила, но мы с вами не наблюдаем. После предоставления от срочки-расрочки не начисляются пени со дня установленного для уплаты налога. То есть если они были бы вдруг начислены, так ли это надо понимать, надо проверить. Предположим, кончились сельготные сроки о приостановлении проверок. Или они были начислены в результате выездной проверки, которые не приостанавливаются. И все это было выявлено в августе. И в августе начинают начисляться пени. А потом мы по итогам третьего квартала подаем заявление от рассрочки-расрочки. Нам говорят, если вам ее предоставляют, то не начисляются пени со дня установленного для уплаты. Значит, обнуляются уже начисленные или не обнуляются? Как видно, обнуляются. При предоставлении от срочки на срок до 6 месяцев, то есть 6 включается, вот тут не хватает слова включительно, не требуется ни залога, ни поручительства, ни банковской гарантии в обеспечении того, что я выполню свои обязательства после от срочки. Если более 6 месяцев, все-таки 6 входит, такое обеспечение необходимо. От срочка представляется, на какие сроки. Год 9 и 6 месяцев. При наличии одного из критериев. Снижение выручки более чем на 50%. На 30% это на 9 месяцев. На 20% это на 6 месяцев. Но просить об отсрочке можно, когда у нас произошло снижение только на 10%. По убыткам, наличие убытков при одновременном снижении выручки более чем на 30% отсрочка на год, более чем на 20% отсрочка на 6 месяцев. По критерию убытка с одновременной снижением выручки на 6 месяцев отсрочка не предоставляется. Это касается всех любых организаций ИИП, кроме стратегических системообразующих, градообразующих и реализующих социально значимые товары и крупнейших налогоплательщиков. Для них свои правила. Снижение на 30% дает отсрочку на год. Снижение на 20% отсрочка на 9 месяцев. Снижение на 10% отсрочка на 6 месяцев. Снижение на 3 месяца представляется в иных случаях. Суммируем теперь. Вы помните, что можно начать просить отсрочку, если снизилось более чем на 10%. И на сколько можно просить отсрочку, если снизилось только на 10% или на 19%. Можно просить отсрочку только на 3 месяца. Потому что для того, чтобы просить отсрочку на 6 месяцев, надо, чтобы уже снизилась выручка от реализации товара в работу с логопередачей имущественных прав на 20%. А если на 19%, то только на 3 месяца. Поэтому, как вы видите, те, у кого менее чем на 20%, не такая уж большая отсрочка. Ну, можете сами пересечь 10% с другими ситуациями. Хочу отдельно остановиться. Стратегические системы образующие, города образующие мы смотрели. Крупнейшие определения не требуются. Тут есть еще реализующие социально значимые товары. Это те, которые облагаются по ставке 10%. То есть для детей и продовольствия. Но для того, чтобы воспользоваться этим критерием, нужно, чтобы реализация, облагаемая по 10%, была не менее 30% от суммы реализации за последние два квартала. Вы спросите, за каждый или от совокупной? Тут сказано, совокупной суммы реализации. Думаю, не за каждый. Рассрочка предоставляется на условиях оплаты ежемесячно равными долями после окончания рассрочки. Вот это похоже на то, что сказал президент, но президент говорил о той отсрочке, которая предоставлена первой частью 409-го постановления. У нас там 6 месяцев, как вы помните, и так далее. А здесь речь идет об отсрочке, предоставленной по новым правилам. После нее мы ежемесячно равными долями должны уплачивать свою неуплаченную во время рассрочки суммы. В течение того срока рассрочки мы сумму, неуплаченную единовременно, должны уплачивать равными долями. В течение предельного срока, если мы сами не попросили на меньший срок. В течение какого срока? До 5 лет предоставляется рассрочка стратегическим системообразующим, градообразующим, крупнейшим при снижении выручки на более чем 50%. До 3 лет на 30%. На срок до 3 лет в отношении иных организаций, то есть организациям, не стратегическим, не системообразующим, не градообразующим, не крупнейшим налогоплательщикам, на 5 лет рассрочка не представляется. На 3 года предоставляется любым другим организациям при снижении выручки на более 50% или при убытках и выручке более чем на 30%. Вы видите, в отношении разных групп по-разному формируются критерии. И последнее, на что следует обратить внимание, повторно отсрочка-рассрочка не предоставляется. Возникает вопрос, бывает, а можно по одному налогу попросить отсрочку, по другому попросить отсрочку. Этот вопрос не регулируется, но сказано, что повторно не представляется. Наверное, по второму налогу это будет считаться повторно. Но что можно? Если у вас срок на 3 года, а вы попросили на 1,5, и за 1,5 года вам оказалось мало, вы можете продлить до 3 лет. И второе, если вы попросили на 3 года, но вы сначала попросили отсрочку, а потом до окончания срока отсрочки вы можете попросить рассрочку. Но только в пределах, чтобы оба срока, которые вы уже воспользовались отсрочкой и на которые вы просите рассрочку, не превышали максимальный предельный срок отсрочки. Ещё раз, чтобы мы с вами чётко представляли. Вот до сих пор и вот здесь мы говорили об отсрочке. Вот это речь. Всё об отсрочке, а где-то, вот видите, об отсрочке. Год, 9 месяцев, 6 месяцев. Здесь мы с вами 5 и 3 года мы говорили о рассрочке. Я понимаю, что у вас ещё есть вопросы, на которые я не мог ответить из-за малого количества нашего времени. Коллеги, приходите в финэкспертизу. Я вас благодарю за внимание. У вас есть контакты. И вы получите ответы на все интересующие вас вопросы по сегодняшней непростой ситуации. Всего доброго. Успеха вам в том, чтобы с нею достойно справиться. Спасибо.